И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен непосредственно челленджу, который у нас был, и новому челленджу, который только-только будет у нас стартовать, так как я уже могу подвести итоги первого челленджа, который у нас был с задачей досрочки в TDM-очке. Без разницы, как вы должны были это сделать, вы могли сделать это в соло, могли сделать это в пати, за это могли получить от 50 тысяч кристаллов. И у нас есть уже ребята, которые это сделали, было даже два человека, которые представляли видеоролики. Я рассмотрел, что касаемо первого боя, что касаемо второго боя, но в связи с тем, что ребята, которые выполнили задание в первом бою, играли, ну можно сказать, с мультом, да, с человеком, который саботажил и помогал выполнять данное условие в досрочке против, то есть специально подмульчивал, давал дополнительные киллы, то я данное выполнение не засчитал, а засчитал честное, справедливое, определенно даже может быть трайхардное, да, потому что там было довольно сложно ребятам выполнить выполнение. И не надо там только говорить, что типа, потому что выполнили твои ребята, поэтому ты им там засчитал. Если бы челики, которые выполнили бы задание честно, без никаких мультов, выполнили бы грамотно и качественно, так же бы получили бы свой приз, но к огромнейшему моему сожалению, ребята, наверное, хотели либо упростить себе задачу, либо же хотели, вернее, даже не то, что хотели, не могли выполнить честно, да. Я для чего просил видеоролики с выполнением? Для того, чтобы у меня не было никаких вопросов по выполнению, да, я видел честность выполнения без никаких мультов, ботов и прочих нубов у противников, которые помогают выполнить данное какое-то определенное задание. Поэтому на будущее, друзья, если вы будете там каких-то своих друзей просить, каких-то мультов бросать, чтобы там быстрее фармить киллы или как-то выигрывать, у вас не получится обойти систему. Поймите, если там кто-то пишет, что, да ты докажи там саботаж, ты докажи то, что реально они там вот так вот за счет этого там выиграли, я не буду никому ничего доказывать. Мне хватает того, что я сам вижу, я вижу откровенное мультовство, при том, что этот игрок является сокомайдником тех ребят, которые играют против, и мне достаточно того, что я сам вижу. Мне не надо никому там доказывать какие-то саботажи или что-либо, я просто закрываю данный видеоматериал, который мне присылают, и все. При том, даже мы как бы рассмотрели два данных боя на стриме, я думаю, что в дальнейшем также будем рассматривать бои на стримах, дабы потом не было ни у кого никаких вопросов, и могли полноценно не только с моей точки зрения, а с точки зрения всех зрителей, которые смотрят стримы, рассмотреть честность выполнения любого челленджа. Поэтому сейчас мы перейдем, посмотрим тот самый челлендж, который и Мортал, а ведь Смергелян и Кинг Ков ТП выполнили. Они были хоть и вторыми по времени, но я имею в виду именно по скорости выполнения, потому что они выполнили, получается, в 5 часов вечера, если не ошибаюсь, а те ребята, которые выполняли нечестно, выполнили на полчаса быстрее. Их бой, я думаю, что рассматривать нет смысла на стриме, кто был, кто хочет посмотреть, перейти, посмотреть и рассмотреть выполнение ребят для того челленджа и всей моей... все мои мысли по этому поводу, по их честности выполнения. А здесь уже в видеоролике рассмотрим чисто бой Тёмы, Аветиса и Миши. Это Песок, это ТДМ-ка, одна из самых, наверное, удачливых карт для выполнения подобного рода челленджа. И получилось так, что у ребят тут против были нелегкие корпуса, как бывают постоянно, да, то есть там одни хорьки и васпики, и за счет этого как-то будет легко сливать противника. Здесь ребятам в какой-то степени не повезло, попались довольно большое количество титанов, викингов. Титаны это вообще те корпуса, которые прожимают, вообще тайминга очень много выигрывают, и за счет этого дают, вернее, не дают возможности уничтожать себя быстро, и, соответственно, досрочка таким моментом усложняется. Но у ребят здесь тоже получилось, на 3 минуты 20 секунд до конца уже было двадцатка киллов, то есть, по сути, это довольно неплохое количество, при том раскладе то, что овердрайвы на викингах только-только начали появляться, вот только первый овердрайв прожал здесь Миша. И потихо-потихо киллы пошли, хоть и многие ребята говорили, что это сделать практически невозможно, но даже при фулл-пати, при фулл-пати, это было сделать так же крайне сложно, да, то есть невозможного, конечно, ничего нету, но это было сделать максимально тяжело. Но у ребят здесь получилось, и уже вот почти половина карты прошло, почти две с половиной минуты остается до конца, и тут уже тридцатка киллов имеется, то есть, по сути, по таймингу, ребята хоть и тут еще пока что чуть-чуть запаздывают, но потихо и за счет овердрайвов на викингах начали уже сокращать дистанцию, сокращать количество нужных киллов для завершения досрочного боя, и пошло то, что должно было идти, да, быстрый овердрайв и на викингах, при том, что мне кажется, что если бы ребята играли бы не на викингах, а на тех же хорьках, возможно, даже было бы проще им уничтожать, но даже с викингами при эксперименте, при таком балансе можно выполнить подобного рода челлендж, что нам ребята как бы продемонстрировали. Понятное дело, что не у каждого получилось бы подобного рода сделать еще при том, но здесь мы все с вами можем уже рассмотреть и литезреть, да. Я надеюсь, что в дальнейшем тоже ребята будут все-таки склоняться к честным выполнениям, да, и больше не будет этих казусов, что кто-то даже там будет быстрее выполнять, но в связи с тем, что... Давай-давай, 20 кг вообще ездить, полная карта. Не будет приз получать, я надеюсь на вашу честь, для вас смотреть на то, что... И ребят, у которых будет желание выполнить определенный челлендж, также будет больше, потому что, по сути, ну, мне только пришло... Сейчас бы хоряк. Ох, Андрей, дликарно, давай. Сейчас будет сопи, пропустите его. И то один из... Да, этим машина разберется. Я лов, как я уже сказал, был. Давайте убивайте. С халтурин, с халтурин определенно. На 70. 55 секунд остается до конца боя, остается ребятам всего лишь 12 килов, здесь уже в такой тайминг можно определенно понять, что, скорее всего, досрочно... У меня соли же камни, на 70. И, ребят, все получилось. Да, 8 килов, чем решаем, машинка, давай. Наверное, такое бы... Я 90-й поблагодарю. Если бы я повторил, то это было бы очень-очень-очень сложно, но они запотели, и по таймингу у них получилось, даже там по времени... Да, у них получилась та самая досрочка. Хотя сам же Оветис Мергелян говорил, что эту досрочку... Давай, давай, все-таки. И завершение сервера. Грубо говоря, там 99% боев, ты не сделаешь такой подобной досрочкой. Ну, вот, как вы видите, здесь она присутствует. Видно, дата... Надеюсь, Ваньке такой видос ходит. Когда у ребят получилось сделать в 6... В 6 с небольшим, да, вечера уже была выполнена вчера данная досрочка. И, ребята, за этот челлендж полноценно получают по 50 тысяч кристаллов. Что касаемо... Вернее, в сумме, в сумме. То есть, не каждый по 50, а в сумме 50 тысяч. Что касаемо следующего челленджа, то здесь у нас челлендж будет связан с режимом штурм. Режим штурм. За деф. Только за деф. Вам нужно сделать досрочный бой. Также. Это сделать намного тяжелее. Поэтому, с начальным призом уже начинаем в 70 тысяч кристаллов. И с каждым последующим днем, если челлендж не будет выполнен, то приз будет расти на 10 тысяч кристаллов. Соответственно, когда у нас будет последний день эксперимента, приз будет составлять порядка 160 тысяч кристаллов. Это очень неплохие цифры, как по мне. Все, что вам нужно сделать, так же самое запикаться в штурм. Вы можете это делать в пати. Вы можете делать вместе со своей определенной командой. Сразу же, включая запись боя, у вас должна быть запись полного боя. Плюс у вас должна быть видна нижняя панель, где будет видно время, число, когда вы данный челлендж выполнили, дабы не было там никаких потом сомнений, что там, например, этот челлендж выполнился там раньше или еще когда-то. И здесь уже в связи с тем, что этот челлендж сделать крайне сложно, я добавляю дополнительную функцию, дабы у большего количества ребят была мотивация выполнить данный челлендж. То есть, если в последний день эксперимента, то есть последний день эксперимента, по сути это грубо через неделю, да? 19-го если я не ошибаюсь числа, последний день эксперимента, последний день челленджа никто не сделает досрочки, то победителем станет то пати Или тот человек, который пришлет видеоролик Чье количество киллов в штурме за деф Будет максимально приближенное к досрочному бою То есть если у вас, например, там будет 65 киллов в конце боя А у кого-то там будет 60, понятное дело, что вы выиграете Поэтому желаю, во-первых, удачи всем Во-вторых, надеюсь на честность Вашу определенно Собирайте пати Отправляйтесь в штурм за деф И желательно записывайте каждый бой И сразу же грузите его на ютубчик Выкладывайте его в дискорд сервер в описании И полноценно, даже если у вас там, например, будет 50 киллов, 55 киллов Записывайте эти видосы А вдруг это будет максимальное количество, которое вы сделали Да, потому что досрочку в штурме сделать намного тяжелее Чем сделать досрочку в TDM Ну и проверим, кто у нас самый скилловый Кто сумеет Возможно дойти до досрочки А возможно просто-напросто приблизиться максимально к ней Но ее не выполнить Вот такой вот определенный челлендж Также в описании, если кому вдруг что-либо будет непонятно Я напишу словами подробно данный челлендж Ну и полноценно у меня на этом, наверное, все Спасибо за поддержку За ваш определенный фидбэк По данным челленджам Спасибо всем, кто поддержал Кто участвует в них И кто Для себя, наверное, считает это какой-то интересной темочкой Обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком Подпиской на канал Если активность у нас будет продолжаться и во время И после этого челленджа То у нас после его окончания Уже будет стартовать какой-то определенный новый челлендж У меня на этом сегодня все Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok